Мы уже начали, да? Ну, давайте начнем. Начнем мы с Трампом и начнем. Обычно мы начинаем с того, что давно мы не встречались. Да, мы встречаемся каждый день. Нет, ну мы перезваниваемся, встречаемся все-таки раз в два в неделю, наверное. Давайте по актуальным нашим событиям. Ну, что там для вас актуально? Я посмотрел ваши блоги про Трампа и про Улюкаева. Какой кошмар, что его посадили. Да, кошмар. Вот, и про Трампа, что вы там говорили? Ну, сначала я говорил, что вот выбрали Трампа, и, в общем-то, больше ничего не говорил. Сказать, как, как? Почему вы не сказали всю правду, что народу надо бежать, окапываться там в глухом лесу? Но я сразу завибрировал, искать, где же это там народ должен окапываться. Окапываться как, где, куда. Пока земля не замерзла, пусть роют землю. Мочите режиссера в комментариях, называется. Писать кляузы нашим дорогим зрителям на нашего гадкого режиссера. Да. Я читаю себя, читаю. На отвратительного нашего режиссера. Тирана. Врага всего. Прогрессивного в нашей галактике. Прогрессивного, да. Ну, я, во-первых, давайте про Трампа. Давайте. Я вот, можете мне объяснить, что все так, что он такого наговорил-то страшного, что всех это так пугает, а других так радует. Ну, всех это кого пугает-то? Ну, одна часть общества. Американцев пугает? Нет, и у нас, и американцев, и в мире, что там, и в Германии. Я сказал, Доль Дойче Вилле, репортаж. У них там, ну, тоже какое-то количество людей, и говорят, это кошмар-кошмар. Другое количество, другие люди говорят, что это прекрасно, и победа там, демократии, и свобода, и все такое. А я вот не понимаю. Знаете, вот для меня это как бы как выход нового айфона. Вот как бы он выходит, это событие. Я о нем знаю. Я, наверное, даже прочитаю пару статей, потом какие-то там новые. Ну, сказать, что это как-то меняет мою жизнь, что я побегу его покупать, ну, это все не ко мне, да. То есть, это такое удаленное от меня событие масштабное. Ну, когда приход какого-нибудь урагана в Москву, это тоже, в общем-то, удаленное от вас событие. Где-то там, в слоях, ну, на вас это коснется. Нет, я к тому, что я не понимаю, когда ураган, я понимаю. Это больше похоже на ураган, чем на айфон. Это разрушит там какое-то количество чего-то. Или, наоборот, хороший климат такой начнется. Хорошо, чего пугает вас Трамп? Ураган, я понимаю, чего пугает. Чего пугает Трамп? Ну, можно отвечать, да? Вы преамбула сделали, да? Татас, почему пугает их Трамп? Их, это тех, кого мы слушаем из-за рубежа, да? В общем-то, ни вы, ни я. В мире у нас многих пугает. Мы на иностранных языках с вами не слушаем в основном. Очень мало чего. Мы кино только с вами на иностранных языках слушаем. Ну, давайте ближе к сети. Ну, можно я буду говорить, да? Вы же всегда можете вырезать, вы же монстр. Вот. Ну, так слушайте, что я хочу сказать. Значит, во-первых, слышим мы кого? Мы слушаем людей, которые такой вот либеральной точки зрения. Это часто очень быстрые наши сограждане, которые как раз на почве вот такого вот обостренного чувства либерализма с Советским Союзом в свое время, так сказать, порвали, ушли за кордон, теперь там работают. И что их, значит, насторожило, пугало, и потом они себя стали успокаивать уже, когда его выбрали. Потому что, говорит, вот, говорит, сравнивают его, знаете, с кем? Его сравнивают с Рональдом Рейганом, который, несмотря ни на что, оказался, в общем-то, приличным президентом. Приличным президентом. Он был актер, играл в боевиках. И вот помните ваш любимый сериал «Фарго», да? Второй сезон, да? «Фарго». Вы так смотрите непроницаемо. Вы сказали, не перебивай. Там тоже персонажем является Рональд Рейган в эпоху своей предвыборной кампании. Ну, дурак дураком он там показан, да? Вот это вот типичное отношение такой интеллигенции. А «Фарго» продюсеры – это братья Коэн, безусловно, так сказать, интеллектуальная элита американская. Я предлагаю перейти от обсуждения тех, кто обсуждает, к персоне Трампа. Я как раз с него возвращаюсь. Мы же в мир современных технологий, иногда ближе к телу. Чем-то вот эта персона Трампа, она напоминает Рональда Рейгана. Тем, что он не искушен в том, куда он пришел. Другое дело, что Рональд Рейган, в общем-то, оставался в рамках тогдашнего консервативного дискурса, как хорошо я сказал, да? Дело в том, что тогдашний консервативный дискурс радикально отличается от современного консервативного дискурса. Это вообще не разговор. Квентин Тарантино до прихода в кино был совсем не искушен в кино, в производстве. Однако стал производить фильмы, выдающие. Да я понимаю, могу я вам отвечать-то? Да вы все на Квентин Тарантино заворачиваете. Ну хорошо, Квентин Тарантино замечательный режиссер. Я предлагаю, вот у него есть некие тезисы, да? Вот скажите мне, чем они страшны? Так можно я буду говорить-то? Да нет, вы ерунду говорите. Да я говорю не ерунду, вы слушайте. Вот скажите, чем страшна, допустим, стена с Мексикой? Да вы меня послушайте дальше. Человек строил свою компанию, говорит, я построю стену. Никто все в этих тезисах не разбирается. Важно то, что вот тот оставался все-таки в рамках некого дискурса антикоммунистического, да? А вот этот вот он присягнул на святое, на толерантность, да? На политкорректность. Он говорит так, как есть на самом деле. Он простой человек, он играет роль, так сказать, а может он таким и является. Простой человек, например, прораб, он же что, дома строит. Вы слышали, как прорабы разговаривают? Вот он так и разговаривает прорабски, по-прорабски, да? Да, выйдет на стройпаж, что-то упало на него. Володя, ты не прав, вот он так скажет, да? Володя, ты не прав. И что это меняет? Вот, ну вот, короче говоря, вот это всех шокировало. И вот такая откровенность, нарушение им, вот это на самом деле это новое совершенно, да, в этом деле. Второе что? Это то, что он совершенно не подготовлен, не обучен в том смысле, что за ним нет команды, не видна команда. Погодите, давайте я про первое вам отвечу, да? Первое. Всем известен этот факт отката, да, такого маятника в развитии общества, да, когда мы перебираем в одну сторону толерантности, потом происходит откат. Это же известный социологический... Ну, я понимаю, но народ-то это не очень понимает, и потом у него нет никого за ним. Ну, что тут народ возмущается-то, не народ, возмущаются-то люди, публицисты, обозреватели. Вот они, ну, я и называю, они что, не народы. Культурная... Хорошо, вот культурная элита это очень шокирует, то, что не знает, что от него ждать, за ним никого нет. Но она должна понимать, что это откат вполне понятный и оправданный. Минуточку, за ним никого нет. Когда начинаются разговоры про то, что надо Оскар вручать по цвету кожи, это называется перебор. Идём мы на пароход, да, и тут на нём меняют всю команду. Капитан новый, он кого-то с собой приведёт. Не факт, что я пойду туда. Может, из своей деревни он приведёт кого-то ребят. Вообще по знакомству. Видели люди море, как они переносят качку, никто не знает. Вообще не знает, что они из себя представляют. И вот они сейчас начнут рулить. А он вообще корабль видит, ну, второй раз. Первый раз видел фильм «Титаник». В фильме «Титаник» он видел уже корабль. Тут есть Конгресс, есть палата представителей. Так вот, тут самое дальше интересное. Можно послушать меня, да? Вот сейчас, возможно, произойдёт очень важный момент в истории США. Вот вы мне не поверите, но 200 с лишним лет в США подпирается Конституция. Об неё буквально вытирают ноги. Потому что отцы-основатели, только не перебивайте меня, вот, они заложили следующее. Не выбирает вот этот народ, чтобы не избежать ахлократии власти торпы. Народ не выбирает. Народ выбирает выборщиков, лучших людей своего штата, лучших людей, которых они знают. И вот эти выборщики, уже почесав тыкву, репу, они, значит, выбирают президента. Ведь это разумно. Вот смотрите, вот, например, выбирает на должность старшего преподавателя кого-то, да? Но его же не выбирают студенты. Его же не выбирают, так сказать, лаборанты, кафедры. Молчите. Это дурацкие аналогии. Это нормальные аналогии. Его выбирают люди более квалифицированные. А сейчас так, человека, который занимает высшую должность в обществе, самый главный начальник, его выбирает вообще плебс. Тот, кто ему платит. Тот, я вас извиняюсь, почему тут, ну, какой-то базар-вокзал. Не, а это не базар-вокзал, студент и профессор. Понятно, что студенты профессором всегда будут недовольны. Но студенты, люди, ну, это неправильная аналогия. Это правильная аналогия. Человек на какую-то должность выбирает люди более квалифицированные, а не менее квалифицированные. Давайте так, как в армии. В армии солдат вообще не квалифицированные, назначают генерала. Вот генерал всех назначает лейтенантов, капитанов. Это нормальная структура будет? Вот именно такую нормальную структуру и предусмотрели отцы и основатели. Так вот, но тем не менее, сходу... Нет, погодите, вот такая структура была... Тем не менее, сходу. Советский Союз, Царская Россия, все эти структуры... Вы же не хотите слушать, как растоптана, как растоптана, значит, американская конституция. И вот тем не менее, сходу... Прямо очага демократии мы им сейчас покажем, как надо соблюдать конституцию. Тем не менее, сразу, сходу, получилась такая ситуация, когда выборщик президент объявляет сразу, за кого он будет голосовать. То есть, фактически, выбирают публика, выбирают президента. Но, соответственно, это сложное. Вот сейчас большинство проголосовало за Клинтон. Но в силу того, что там количество выборщиков по разным штатам оказалось такое... Ну, вот, например, Калифорния, наверное, вся была за Клинтон. Там дали выборщику Клинтон. А в других штатах там вот побеждал он этот, как его называется, Трамп. Но не с таким сильным перевесом, как, скажем, в Калифорнии. Выборщики его. Ну, вот, в результате, вот, общее количество проголосовавших избирателей простых рядовых за Клинтоном больше, чем за Трампа. Что-то там примерно на миллион. Но там еще до сих пор не все посчитано. Вот. Так вот, я хочу сказать, что возможно, что выборщики возьмутся за голову и проголосуют против Трампа. Это первое. Второе. Что возможно, что... А в силу того, что сейчас... Что значит, когда это возможно? Они уже признали все итоги выборов. На 41-й день после выборов. То есть, после какого? 9-го числа или 8-го числа на 41-й день выборщики соберутся в Вашингтоне и проголосуют официально. И после этого будет официально объявлено. В принципе говоря, на выборах бывает, что один или два выборщика голосуют не так, как они обещали. Им за это ничего, мир для них не перестает существовать, не опрокидывается. Есть штаты, которые подразумевают, что если человек нарушит вот такое вот обещание, он заплатит 1000 долларов. Вы хотя бы рубль готовы поставить на тот вариант, что изберут не Трампа? Есть. Насчет рубля готов, конечно, поставить. Тем более, что я... 100 рублей. Я расширю это следующим условием. Значит, о том, что еще может произойти импичмент ему. То есть, сразу в очень быстром периоде сроки правления. Ему соберут в первые месяцы. Полгода. Или полгода, да. И палата представителей, и конгресс. Они все приезжают на республикации. Я вообще на деньги не играю. Ставлю 1000 рублей против вашей 1000 рублей, что через 6 месяцев... Уговора такого не было. Вы против моей 1000 ставите 10 или 15. С какой-то радостью. 1 к 15 я ставлю. О-о-о, он ставит к 1 к 15. Заявляя такие вещи... Нет, если не хотите, я ставку отзываю свою. То есть, вы ставите 1000, а я 15. Да. Ну, конечно. Ну, так соотношение вероятности такое. Какое соотношение? Вы сейчас сидите, рассказывайте мне, как это... Вы знаете, 1 к 15 коэффициент? 1 к 15 коэффициент – это нереализуемый прогноз. Это человек, не играющий... Да, да. Я вам как неиграющий расскажу, что... Как неиграющий неиграющему. На победу сборной России на чемпионате Европы ставят около 20. А это вообще из вариантов... Даже не фантастических. Понимаете? Так что не надо ля-ля. Ну, ладно. Вот так вот. 1 к 15 – это вообще не ставка. Это значит, вы говорите мне, дружок, этого не будет никогда. Как он дальше будет рулить, то это вообще можно предсказывать с вероятностью пару-тройку процентов. Все зависит от того, кто рядом с ним окажется. Вот, например, рядом с Никсоном... Кстати, Никсон был очень, так сказать, матерый политик. Он побывал при Извинхауэре вице-президентом. Он встречался с нашим Хрущевым и так далее. При Никсоне очень большую роль играл Киссинджер, Генри Киссинджер. Ну, собственно говоря, вот он, так сказать, был одним из творцов, так сказать, международной внешней политики США. Разрядка, договоры с Советским Союзом – это как раз тот самый период. А вот при его преемнике, при преемнике, одном из его преемников, при Картере, во главу встал Збигнев-Бжезинский, да, вот, поляк. А поляки все обижены на Россию, потому что Россия вот прекратила существование вот огромной польской империи, по сути дела, которая вот граничила буквально, проходила граница недалеко от Москвы, еще в XVIII веке. На электричке можно было в Польшу ездить от Москвы, кстати говоря, в XVIII веке, если были бы электрички. Вот, то, а вот где сейчас Польша, да, естественно, у него такая вот против России все равно была настроена. Говорил про него Генри Киссинджер, а что вы хотите? Он же поляк, а поляки не любят русских, так про него говорил Генри Киссинджер, да. Что вы хотите, говорит, от Збигнева-Бжезинского. Ну вот, в ту пору как раз и начался в обратную сторону откат в нашей политике. То есть, кто будет вертеть президентом, кто будет ему идеи в голову грузить? Я с вами согласен, но это не отменяет того простого факта, что Клинтон может точно так же влиять от своего окружения, и точно так же вести сложную политику, неприятную политику, опасную политику. Это может вести любой человек, пришедший к власти. Нет, ну надо иметь в виду, что политика российская, она не самая главная для американца. Потому что для американца важна и вне внутренние дела. Что Клинтон не начнет еще парочку-троечку войн, вы этого гарантировать не можете. И никто не может этого гарантировать. Так же и Трамп. То есть, я к тому, к чему вы говорите. Это маловероятно, что она начала парочку-троечку войны. Спокойно, почему нет. Какие, например, войны начал ее, так сказать, патрон Барак Обама? Почему он ее патрон? Ну, он же шеф ее был, она же работала у него, у этого гостя. Шеф был какое-то время, до этого он был конкурент ей. Ну, а потом они обнимались там. До этого он был подчиненный ей. Так, давайте, скажите, какие войны он начал? Какие войны? Начать, заняться и углубить. Ну, во всем, что он ни одну не закончил. Из тех, что были. Он все пытался их закончить. Ну, пытался, знаете, это... Ну, понятно стало, что это невозможно. Да, пытаться это не закончить. Ну, потом... Ливию бросить уйти. Ливию бомбили при его... Французы. Ну, при его согласии... Простите, вы скажите французам, что это вот Барак Обама велел им бомбить Ливию. Позовите сюда французов. Погодите, давайте так. Нет, не надо звать французов. Америка заняла жесткую антивоенную позицию, французы... Не уверен я, что они бы пошли бы так против... Да почему жесткая антивоенная позиция? Ну, так, при том... Ну, что жесткая антивоенная позиция? Ну, как? Вот мы сейчас там разместим свои самолеты и будем сбивать всех, кто в воздухе. Вот жесткая антивоенная позиция. Ну, нет, например. Ну, это интересно понимать антивоенной позиции, да? Ну, да, да. Не, а что нет такого? Понимаете, пацаны дерутся, подходят... Подходный способ не болеть сифилисом, умереть от сифилиса, да? Тогда уже болеть не будет. Подходит Валуев, школьники дерутся, подходит Валуев, говорит, кто первую руку поднимет, его в лоб дам. Валуев. Это что? Да. Детей будет бить. Это про Валуева клевета. Все... Валуев детей бить не будет. Это образ, дружище, образ. Ни фига себе образ. Про самого Валуева? Да, про самого Валуева. Давайте, ладно, раз мы перешли на наших патриархов политических, давайте... И Павалуева, да? Павалуева, да? Ну, он что, уже депутат Госдумы, второй созыв. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok